для голубцов мне понадобится лук морковка это для поджарки вот такой кусочек у меня свинины я его буду перемалывать в блендере для того чтобы он был превратить мясо в пасту также лавровый листик это я потом буду в бульончик добавлять горошек душистый гречневая каша у меня отварная уже поэтому я буду мясо превращать в кашу и буду его пассеровать вместе с луком и морковкой ну естественно свежий перчик сладкий перец у меня консервированный поэтому мне нужно чтобы все быстрее приготовилась потому что перец перцу долго тушиться не нужно так сейчас начинаю с того что делаю поджарочку потом добавлю мясо немножко спассировался лучок с морковкой я добавляю еще сегодня сюда сладкий перец маринованный немножечко для аромата кстати он очень вкусный можно его даже так кушать сейчас добавлю сюда черный молотый перец поджарочка всегда вкуснее если немножко добавлять перца посолить сейчас можно вот так совсем немножко потому что гречневая каша у меня соленая теперь все это вымешиваю сейчас добавлю сюда фарш чтобы немножко его прогреть и чтобы он начал уже готовится кстати можете добавлять еще какие-то приправки специи здесь все по вкусу вот так вот я взбила фарш то есть он получился как паста и еще нам понадобится томатная паста это я взял один пакетик там 70 грамм добавила еще сюда кипяченой водички чтобы в поджарить не в жарочки а сверху потом уже на перец лучше его распределить чтобы он стал более такой жидкий добавляем фарш и все это хорошенечко вымешиваем кстати я делаю поджарочку на подсолнечном масле но добавила еще столовую ложку смальца так немножко зажарила лучу добавила столовую ложку смальца но все-таки готовлю со свининой так наверное и вкус не наверное так будет вкуснее лук зажаренный брала и аромат конечно лучше если добавляешь смалец это распределяю равномерно и обжариваю буквально минутки три-четыре потом добавлю еще каких-то специй сейчас подумаю какие хочу и добавляю гречневую кашу обычная перец фарширую с рисом но это тоже получается очень вкусно и если у вас есть гречневая каша готова это в общем то можно ее туда использовать так и миску берите чтобы немножко было жирка так она будет сочнее немножечко много конечно не нужно так все пускай минутку три потомиться я попробовала сейчас поджарочку нужно еще немножечко добавить соли и знаете решила добавить имбирь вот такой вот аромат как раз сюда мне кажется вот по моему вкусу подойдет ну конечно совсем немножечко и все принципе сейчас можно добавлять гречневую кашу все хорошо смешаем оставлю на всю кашку оставлю на пару минуточек даже не на пару минуточек минутки достаточно потому что каша готова и все можно охладить немножечко нашу начинку и начинять перчик так вот такой вот получился перчик я сейчас добавляю сюда лавровый листик обязательно промываю его несколько горошин душистого перца так затем томатную пасту вот так вот равномерно распределяю и заливаю перчик горячей водой желательно в перчинке не попадать горячей кипяченая водичка обязательно вот так вот полностью тоже не нужно покрывать и минут 30 минут даже 20 покипит потомится перчик и готов